Что будет делать государство для решения жилищных проблем? Правительство предлагает прежде всего арендное жилье. Мы об этом уже договаривались еще ранее. В основе должно лежать арендное жилье. Наличие таких служебных квартир не только стимулирует к продлению контрактов, но и дает возможность для ротации кадров. Военные ведь часто переезжаются из основы в местном службе. Арендная плата за такие квадратные метры уже сегодня установлена с понижающим коэффициентом. Так должно быть и дальше. Это правильно, но людям нужно дать твердую уверенность в завтрашнем дне. Поэтому еще раз объясняю. Арендное жилье, оно находится в собственности в данном случае вашего ведомства. Так государство фактически. Служишь, живи. Отслужил нужное количество лет, допустим, 25 лет положено тебе служить. Ты отслужил, установившаяся практика. Государство должно заранее сказать. Мы этому человеку после 25 лет, когда он уходит со службы, увольняется в запас. Или еще по каким-то объективным причинам. Мы ему бесплатно отдаем эту квартиру жилье? Или же он там 3% должен уплатить? Или по остаточной стоимости? Думаю, что нам надо идти на это радикально. Я как-то по-народному говорил. Я не могу посылать людей на гибель, на смерть. А военные мы люди в погонах. Что там говорить? Не дай бог война. Случится чего-то. На нас нападут. Мы пойдем все. Военные это понимают. Человек хотя бы должен быть уверен, что дети, жена, семья, родители останутся в квартире, в доме. У них есть крыша над головой. Это безобразие. Когда военный человек отдает себя стране, неизвестно, что с ним будет завтра, мыкается там по городу или по стране в поисках какого-то угла для жизни. Но еще раз подчеркиваю, исходить мы должны и можем из наших возможностей. Все в основе экономики. Необходимо на законодательном уровне рассмотреть возможность, в том числе, выкупа такого жилья в собственности. Военнослужащие должны быть уверены, что после окончания службы, как я говорил, он будет обеспечен этим же жильем. При этом на роду со строительством новых арендных домов сегодня следует обсудить, какие еще имеются направления по улучшению ситуации с обеспеченным жильем военнослужащих.